Хватит притворяться живым, когда все вокруг мертвы, когда все мертвы. А, ну перед этим надо зайти. Сказали, попросили пойти в святилище сходить еще разан. Да ладно, он что, блядь, спаунился? Типа он обычный моб теперь что-то? Да ну нахуй, что их тут? Их двое? Не трое хоть? Ха-ха-ха, блядь, да ну в пиздень, вы что я, блядь, нахуй, все-все-все, тихо-тихо-тихо. Не, вы же не думаете, что я, блядь, буду с ними драться? Нахуй она у меня обоссалась, блядь. Я как бы с мамкой разработчика-то разговаривал после того, как отторабанил ее хорошенько, она говорит, что у нее с детства дурачок, блядь. Нахуй, нахуй, блядь, бред полный, я одного еле убил. Двух вообще убить не реально, интересно, а жизни у них, смотрите, а здоровье у них как у босса или как у моба по чуть-чуть? Надо проверить, может, 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 можно их завалить. С них, с двоих, наверное, должно вообще, блядь, ключи от Мерседеса выпадать просто должны, мне кажется. Сейчас попробую до этого бахнуть. Хоть, блядь, цвета бы разного, что ли, были. Что, перелет, что ли? Да че за хуйня-то? Да, у них полоска как у моба маленькая стала. Следовательно, получается, можно его. Да ну нахуй, сюда же не выйти. Ой, ой, блядь, че за... Че празднуете-то, ехта, по какому случаю фейерверки-то? Чушь ебаная. Да не, нахуй. Напишите, че с них падает, короче, я подумаю. Ха-ха-ха, хер. В пизду. Бред. А дальше че, два мануса будет потом, что ли? Где, внизу? Так, перенестись, храм огня. Надо, кстати, там еще этот торговец обосланный с этими, блядь, желтороги. Он где-то сидит в какой-то заднице, его еще хер найдешь, насколько я помню. Я у него, когда в прошлый раз игру проходил, купил шматье этого, смоуга, короче. У него прикольно там, эти сапоги такие, как босые ноги, типа, выглядят. И я стал такой же жирный, короче. Ну, маленький, но толстожопый, короче, бегал такой. Тяжелая броня, кстати, она весит, как, сука, самосвал. Сука, че за люди здесь? У них тут столько народа собралось, что надо было как в готике финал сделать, чтобы всю толпу на бой, на бой повести, короче. Вон он сидит, торгаш. Он сидит там, куда хер допрыгнешь. Дебиль, блядь. Че ему не сидеть, не сиделось там, где все тусят? Тусят. Как туда? Ну, явно не с этого. Явно не с этого выступа, да? Ты слышишь, блядь? Да, ну, ёп твою мать, да сколько вас тут, а? Сука, вот, конечно, в этой части плохо, что мобов не истребить окончательно, они будут всегда спауниться здесь. Мне кажется, что с вот этого выступа нормально. Можно. Аккуратненько. Вот нахрен делать такие места, ёп твою медь. Отсюда же упасть, как два пальца обоссать. Че это? Жертвенное кольцо. Тут такой перстин всю игру, значит, лежал, а я че? Ничего не теряется после смерти, но кольцо ломается. А. Чем оно от редкого жертвы? А, проклятие не с ним, блядь. Вот уж не ожидал здесь кого-нибудь встретить. Так, купить. Че-то там шлем мудрого. Где нормальное шматье? Шлем голема. О, ништяк. Да, весит тоже ништяк. 16. Нет, ты че? Я нахрен не подтяну такое таскать. А этого вон, сиськи. Сиськи с моугой вообще 17. Ну, кстати, 106 брони. Намного бронированнее, чем доспехи говноголема. Собственно, еще и по параметру защиты от молнии, насколько я вижу. Доспехи голема просто молнию пропускает, как, я не знаю, как Саша Грей, блядь. Члены нахрен. Ха. Просто офигеть. Вот видите, жирные ноги по ноже с моугой. Вот это вообще комедия. О, темного солнца. Трепье пидорское продается. Ух ты, лунная накидка. Кстати, смотрите, сколько брони дает. Всякой разной, в том числе от магии. И при этом ничего не весит. Лунная юбка. То не он там лунную бабочку там теребонькал-то, интересно. О, нифига. Арториас это шматье. Десятку весит. 42 брони. А чё? 10 тысяч душ за шмотку! Да ты чё, бля? Не, в поножах Арториаса я заебусь кувырок делать. Они очень тяжелые. В смысле, в шмотках. Суммарно они весят сколько? Больше 30. 32. Залепи своё дуло. Да пошёл, сам ты не ищи, подожди. Сейчас, сейчас чё-нибудь придумаю. Дай посмотреть-то хоть сколько. 4,5. Да. Тряпочки Арториаса, это уже средняя броня. Это до свидания кувырок с этими кольцами убогими. Так, но чё-то хочется обновить немножко мне этот, это, как его, гардеробище. Душа Смолга, душа Железного Голема, квилек, лунной бабочки. Из лунной бабочки, из души вообще какой-то говно куётся. Надо её расщепить, наверное. Сейчас посмотрим, сколько я могу душ-то наковырять. Ооо, я в бедности. Ну, мне не обязательно всё покупать, весь комплект. Хотя, блять. Чё-то, блять, трепьёт этого Гвиндолина не такая уж и крутая хрень, у Честера-то покруче. Плюс, кстати, зато описание вон. В Гвиндолине была сильная власть Луны, поэтому он воспитывался как дочь. Я чё-то нихуя связи между Луной и воспитанием как дочери вообще не улавливаю, но, сука, Гвину, наверное, виднее было. А это чё за пидерсия вообще? Сука, чё я купил за хуйню? Ой, какой красавец, блять. Ракушка какая-то на голове. Да, ну хоть сисек. Хоть сиськи в комплект не входят, ёптась. Часыш? Чувак, а выход-то отсюда есть какой-нибудь адекватный? Кроме как разбежавшись, прыгнусь со скалы. Да, и кувырок у меня, я бы не сказал, что особо быстрый. А, боже ты мой, я сделал это. Ой, да ну нахуй, я смотреть на это даже не могу. Только деньги зря потратил. Вот, сет норм пацана, ёптась. Мне как бы здесь только нравится, по сути, шлем и маска. В смысле, шапка и плащ. Всё. Остальное тут бородище полное, но с жёлтой юбкой я же не буду эту хуйню носить. Это же будет совсем уже какое-то переборище. Так, а куда мне дальше идти, чё я хотел сделать-то? В подземелье? Да нахер мне это подземелье? Я думаю, что пора замочить... Волка. Может, волка можно не мочить? Хер его знает. Ладно, сейчас посмотрим. Короче, не знаю, можно ли не драться с этим волком. Вроде кто-то писал, что можно взять кольцо и юзнуть косточку возвращения, чтобы его не убивать. Да, в принципе, кому какое дело до этой собаки. Я тут чё заметил? Мне кажется, Сета Арториуса, он является таким по виду какой-то вариацией на тему доспехов Серебряных Рыцарей, по-моему. Что-то такое. Тоже узкий шлем какой-то, непонятно на какую голову. Видимо, в Серебряные Рыцари отбирали только топоролицых людей, знаете, с узкой очень головой. Непропорционально маленькой. Так, интересно, а костер-то тут есть? Какая-нибудь очень интересная здесь дорога. Это похоже на какие-то... На преддверия Анор-Ландо, по-моему. Душа отважного воина. Сука, где эти отважные воины? Только не померли, вы псарите, а? Сучи дети, везде пролезли. Так. Ага. Туда сад, а туда что, не сад? После этой DLC-шки, особенно по этому лесу, я думаю, актуально будет походить, побродить, поискать узнаваемые места какие-то. Там бездны, правда, больше здесь нету. Там, если помните, в лесу были дыры в бездну. Здесь, насколько я помню, ничего такого не будет. И, как я понимаю, тут... Да ёб твою мать. Железностволы, блин. А это кто такой здоровый там ходит? А мне туда не пройти, что ли? А можно пройти. О, нифига, это же кот этот. Чеширский, сука. Нихуя себе, блядь! Ты кто такой, нахуй? Давай, до свидания. Да чё такое-то вообще? Какого бить-то? Я так понимаю, что мне сюда, да? Барсик, сука. Сука, мордый. Блядь. Конь педальный. О, как я ему, сука, переёбнул. Да вообще, о животное здоровое, слышите, какое. А он их там сколько ходит? Раз, два. Ёпта, медь. Двух сразу я точно не сдюжу, наверное. Надо по одному. Первым ты пойдёшь. Где он? Они туда не ходят, чтобы их не провоцировать. Да ёбись ты провались! Нахуй ты и пришёл, блядь! Иди нахер отсюда, ёбнутый. Сука, падла, сказал же одного, блядь. Нет, ёбтый, прискакал. Членосос, блядь. О-о-о-о! Сука, граната, бля, пошла. Ёбаный в рот. Фаер на хол! Сука, твою мать! О, попал по одному. Смотри, нормально, сука, дамага. Вот они любят в этой хуйней заниматься, а. Ну и куда она, блядь, улетела? Эта хуйня, этот кокос, блядь, с витилём, ёбтую мать. Охуенно. Блядь, гренадёр, я величество, блядь, а. А, сука, как тебе? Замес. Блядь. Ща-а-а, 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 надо пройти поссорить, чё эти пидоры охраняют. Там чё-то мощное, наверное. Сука, пизда, муда, проебанческие мобы вообще. С них, сука, должны, не знаю, падать. Их яйца, блядь, какие-нибудь кастрированные. Что-то ценное, блядь. Мощное, потому что, ну, это не просто так можно взять и убить двух таких котиков, блядь. Тьфу, блядь, когда они тут расплодились-то, после Коломита, что ли? Интересно, а русло реки, где Коломит жил, там чё теперь? Ничего? Большая душа отважного воина. Да, сад чё-то зарос, походу. Где башня, где жил этот Артурис? Не жил, в смысле, а. Помер. Я, кстати, шлем-то каменного солдата так и не нашёл. А, и теперь тут грибоса, ёптвою мать. Ну чё за геодата тут багнутая, а? Нахер, с грибами не хочу драться, они читуют. Так чё, спуститься-то можно туда? Хуй там. А вот раньше был спуск. Смотрите, ну мост остался, ворота вон есть. А что за воротами теперь? А если они, сука, не откроются? Назад подъёма нету здесь никакого. Подождите, а там-то да чё? Тут же тоже дома какие-то были, лифты. Сколько лет прошло с тех пор, как я волочили летал? Со времён действий волочили и до сегодняшнего, вот этого настоящего времени. Вот, постройки сохранились. Может в них костер? Ага. Они немножко другие стали. Ха. Вот этого прохода не было, насколько я помню. А это что такое стоит? О, блядь. А это чё за тварь? Это кошка, которая исчезала на пути. Показывала, где волк сидит. С ним можно без всякого кольца разговаривать. С ним можно без всякого кольца разговаривать. Моя советская правда. Убей это. Легенды Артуриса не только фабрикация. Смысль. Ты меня не помнишь, что ли, дура? Я возглавляю клан охотников, который выслеживает из корон-террористных могил. Да пошла ты. Но это твой стабильный человек. Если твой ум должен быть старым. Короче, она в клан принимает, больше ничего не делает. А, это человек, смотрите. Нифига себе. Настоящий пипл. Из него даже душ. А, дали. Ещё один. Вы, видимо, и есть эти охотники на осквернителей. Чё твой? Жиденький щит не выдержал удары могучего топора? Какая долгая у них анимация смерти. Так, я не понял, мне сюда или не сюда идти. Вообще не понял. Видать, сюда. А сзади тогда чё осталось? Надо не забыть проверить. Вон ещё один. Обморок. О, блядь. А это что такое? Почему он такой невидимый? Фантом. А этого в спину можно бахнуть? Интересно, чтобы он ничего не понял. Там справа ещё один полупрозрачный. Сука, он успел повернуться. Ты посмотри какой, а? Ах ты, гандон, ты ещё и колдун, оказывается. Пидарас ты, а не колдун. Маму кто и делал, блядь. Ёбаный тандем, блядь. Ну, давай ты. Надо... Да е... Нихуя удар! Да ну нахуй! Блядь, и тут ещё и за стенку-то не зайти. Побойтесь, альвины. Идите отсюда. Сука, чё за дэмэдж такой дичайший вообще? Нахуй надо. Блядь, и этот ланселот тут как тут? Ланселот, манать тебя в рот, ёпта. Пошёл нахер отсюда со своей... Со своей пидорской палочкой. А? Чё, не ожидал? Замага-то сразу две тысячи дали, кстати. Кто хотел сказать, замага должны накинуть. Сука, ну и как долго тут ходить? Чё-то тут опасно, аптечек вообще не напасёшься. А это чё такое? А, это та самая дверь. Над которой у меня нету ключа. Такая, получается, у входа, что ли? Ну и чё? С этой стороны тоже не открыть? Вообще шедевр. Значит, я пошёл не в ту сторону, да? Или чё? Я чуть не вырубаюсь, где искать-то? Могила Арториаса. Вообще она внизу была. Кто, блядь? Сука, вон он. Громко... Громко лязгая латами. Пока он там перехватывает меч поудобнее. О, блядь. Ещё один. Сука, расплодили вас тут, а? Но. Ты ещё совсем дурачок, что ли? Вот пидорас, ты посмотри, подождал и въебал мне стрелу, вот. Пидораска, точнее, баба. Бей бабу. Да ну нахуй. Ой, блядь. Чё, съела, тварь? Так, и чё я сюда шёл? Не, не сюда, походу, нихрена. О, да ладно, чё с неё, чё-то падает? Двойная человечность, чёрный лук и шляпа Фарис. Нифига. Шляпа Фарис. Видать, я какую-то нормальную тёлку завалил. Чё с неё шляпа именная выпала. Только шляпа-то говнище какой-то. Фарис была профессиональной лучницей, ей удалось встать в один ряд с Гохом Соколиным Глазом, одним из чёрных рыцарей, повелителя Гвина. Четырёх. Хоть она и была человеком, её шляпу обожают дети. Да, лучница она была от бога. Подождала, пока я, блядь, удар попытаюсь нанести и всадила. Вот дрянь, блядь. Чёрный лук. Чёрный лук. О, о, АТС, смотри-ка. Модификатор. Ай, ёб твою мать. Пойдёт. И почему она, как и Гох, тоже в этой локации тусит? Она встала в один ряд с Гохом Соколиным Глазом, хоть и была ему, блядь, просто... Да яиц даже не доставала ростом своим, но встала с ним в один ряд. Где? Сука, я заблудился, короче, вообще анально заблудился. Где выход отсюда на нахрен? Сука, дурацкая локация. Ну вот это правильная дорога, походу, да? Раз тут кошара. Вот дальше я ни хера не понял, куда идти. А, сука. Башня-то была где-то здесь, прямо вот посередине. Или нет? А, хер его просышь, как они тут всё переделали. Ну вот эти ворота, это ж точно не колонну, да? Ой, не к этому. Как его, блядь, звали-то, дебил этого? Не Карториусу. Это вообще какая-то, сука, трещина. Хотя хер его знает. Больше-то тут вариантов-то нету. Оп. Какое нахер укрытие? От кого тут укрываться-то? А, нет, спуск есть всё-таки, смотрите-ка, вот он. А чё-то я его не заметил. Так, хорошо, понятно, ясно. Сейчас посмотрим, значит, куда это ведёт. А, вообще похоже. Ну там Коломит должен был бегать, нет? Нужно перекаты. Нужна надежда. Бабкина, что ли? Тут столько всего надо, я смотрю. И чё он делает? Подержался за створки, а не разъехались? Ага, башню разрушили, эту Вавилонскую, значит. Остались одни обломки от неё. Отчаяние впереди. Смотрите, сколько народу здесь померло. Одни мечи. Вот ком-то. Гигантский. На Артурисовский клинок похож. Ай, блять. Этот всех эксив перебил, получается. Тот ещё отморозок. Он хоть и узнал главного героя? Вот это он типа узнал, да? Нельзя взять кольцо и не вломить ему пиздюлей. Сначала ты ему вламываешь, а потом кольцо берёшь, я так понимаю. А, вот. Узнал. Ну, конечно, нельзя взять мне и отдать просто, блять, кольцо твоего давно сдохшего хозяина, который тебя бросил. Тупой, тупой ты, блять, хатик и хуев. Ну, ладно, я не хотел, но придётся тебе, видимо. Слышишь? Ты завязывай с этой хуйней, да, эти, блять? Втащу-то хоть разан-то дай. Я не помню, сложный он или нет, но меч у него классно светится. Орки рядом, Фродо. Ну, глаза выпущил, блять. И чё ты? Куда ты будешь отступать, пока с обрыва не ёбнешься? Так, а если я под лапы ему запрыгну? Он ничего не может сделать, если у него под лапами топтаться, да? У него кроме удара кругового метчиком вообще ничего нет. Блять. Блять. Да, сука. С прыжка в него не попасть, походу. Чё-то он задумал. Музыка какая-то грустненькая играет. Он задевает лапами, когда отпрыгивает, но это дамаг почему-то не наносит. О, пошла жара. Да, ну босс из него так себе. Кольцо Арториаса было у него всё это время. То есть нельзя взять кольцо и уйти. Душа Сифа, человечность, косточка возвращения. А меч-то куда делся? Я бы лучше его дрын забрал, здоровый, нахрен его. Кольцо, мальцо. А это что здесь? Кольцо с шершнем? Я так понимаю, что, видимо, это та баба померла у его могилы, нет? Я смотрю, могила Арториаса прибавила в размерах с тех пор, как я её видел в последний раз. Тогда она была маленькая, очень маленькая. Так, чё за кольца-то упали? Позволяет путешествовать по бездне. Да, ёб твою мать, дайте почитать-то. Владелец, как и сам Арториас. Ага. Одно из особых колец, дарованных четырём рыцарем Гвина. Кольцо с шершнем принадлежало клинку повелителя Сиаран. Ну, я же говорю, Сиаран как приходила на его могилу, так и померла у его могилы. Вот эта баба, которая мне кинжал дала. Нусилит критические атаки и позволяет стрельблять противников. Кинжал Сиаран наносит стремительные удары врагам повелителям Гвина. Интересно. Хотя не очень. Но это ПВП, видимо, кольцо, да? Я прав. О, за Сифа, кстати, до хрена жизни дали. Он столько явно не стоил. Как за Мануса. А, нет, дождите, у меня же было 20. 40 тысяч за него дали. Ну, примерно настолько он и дрался. Дебилизм. Был бы я разработчиком этой игры, если бы спасал Сифа перед тем, как сюда приходить. Сиф бы, ну, не вступал в поединок. Так, на хрена-то надо. Бред собачий. Да он и есть собака. Вот и бред собачий. И Сиф собака, и разработчик собака. Еще Тарази. Можно заставлять убивать таких животных. Бред. Все, можно валить отсюда. Больше тут ни хера интересного, по-моему, нет. А, нет, 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 нет. Кое-чего есть. Подождите-ка. Во-первых, тут можно пройти. Напрямую. В конец локации. А Нур-Ландой не драться с ебучими привидениями. Которые нахер никому не нужны, я надеюсь. Во-вторых, тут еще кое-чего было. Да, в-третьих, только я дорогу не найду. А так все норм. Мимо грибосов я вроде как-то шел, да? Опять что-то светится. Тут всегда что-то светится. А, вот тут нормально. Тут кошки на меня нападали. Все нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Лесенка. Это я по ней залез. Хорошо. А там что было? Че за нахуй? Ах ты, блять, вродец. Обосанный, обосранный. Не, походу я что-то путаю. Там выход из помойки был. Приводил в начало локации, в конец локации. А Нур-С-Рандо. Насколько я помню. Массовая аннигиляция этих цветочков. Ты смотри, сколько их тут. А, это ж... Они, наверное, садовниками были. Приолочили. Блять, шо ж ты нахуй такой короткий-то, а? Сука, иди нахуй. Да ладно, блять. Спасибо, хоть не сдох. Похоже на атаку мимика. Они с мимиком, наверное, дальние родственники. Вся кодла. А тут столько лута, смотрите, лежит повсюду. А, это из растения. Из растения говнище тут падает. Так, сейчас найдем что-нибудь. Что-нибудь нахрен ненужное. Вот, на обрыве. Это что? А, вон оно. Старое Нур-С-Рандо, по-моему. Или это новый? А, это уезд нежить. Дерьмо какое-то. О, нихуя себе. Восточный шлем, восточные поножи. Какой тут ниндзя помер, видать. Сейчас, а там что-то светится. Бля, опять цветок. Ну-ка, что за восточный шлем? Средненький сетик. Очень средненький сетик. Ага. А вот здесь он нихера не средненький. Что написано-то хоть? Эти изящные доспехи обеспечивают надежную защиту, в особенности от ударного оружия. Главные угрозы в бою на Востоке. На Востоке. Ударное оружие. Ой, на Востоке одни эти. Ятаганы, бля, были. Их с трудом можно назвать ударным оружием. Колище-режущее. Во. Вон дорога. Дорога есть, спуска нету. Бля, говно какое, а? Ай, сука, напугал, тварь. Так, ладно, понятно, валить отсюда надо. Нет, тут больше ни хрена. Эти цветочки не указывают ли дорогу какую-нибудь куда-нибудь, мне интересно? О, чё-то написано. Ай, да вообще прекрасно. Да пошло всё в задницу. Блядь. Ну теперь, короче, путь только один. В грёбанное Анор, сука, Ландо, старое с этими среными привидениями. Бля, но... Я не знаю, перед этим надо, конечно, конкретно собраться со всей решимостью и храбростью, потому что, блядь, словами не описать, как я ненавижу эту локацию убогую. Так что пойду туда в следующей серии. Это будет кара тёхонькая по сравнению с часовыми видосами про Мауса, но уж какая есть. Так что всё. Пишите, жмите, ждите, верьте. Продолжение следует...